Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для режима фич, либо же фиш, не знаю как правильно произносится. Скорее всего я думаю, что фич, потому что если бы был фиш, то на конце не было бы буквы H. Но да ладно. Значит, переходим на мой личный сайт. Далее, у кого нету чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем чит от GGSploit. Сейчас на данный момент он работает, работает без ключ системы. Единственное, что вам нужно будет только разблокировать ваш IP. Видео оставлю в подсказках, как его скачать, как использовать, можете посмотреть. Сразу скажу то, что чит может работать не у всех. Я, если честно, не знаю с чем это связано. У некоторых он работает, у некоторых нет. Пока что причину, почему он не работает у всех, я не знаю. Скорее всего, я думаю, это ошибка разработчика. И просто нужно ждать определенное время, определенный промежуток времени, чтобы чит работал у всех, пока там разработчик пофиксит все ошибки. Либо недочет. Так, ладно. После того, как вы скачали чит, в поиске пишем название режима. Нажимаем поиск. И на данный режим есть пока только один скрипт. Больше я, к сожалению, не нашел. Но самое главное то, что этот рабочий. Чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Запускаем чит. Так, здесь мне пишут, что есть новая версия. Давайте нажмем «Да». Дальше запускаем. Нажимаем «Старт». Все, теперь нам нужно присоединиться в игру. Также совет, если вы используете чит GGSploit, то нужно заходить в Roblox через приложение на рабочем столе. Когда вы через рабочий стол в приложение заходите, то он лучше работает чит. То есть он может присоединиться ко всем режимам. А если заходить через браузер, то, к сожалению, почему-то он не ко всем режимам инжектится. Далее заходим в сам режим. И ждем пока справа внизу у нас появится иконка. Ну, точнее, картинка. И написано будет «Инжектед». Если у вас это появится, то значит чит смог заинжектиться к режиму. И можно спокойно активировать скрипт. Но пока почему-то этой картинки я не вижу. Вот вопрос, она появится или нет. Ну-ка. Может быть уже появилась, просто я не заметил. Давайте попробуем активировать скрипт. Сейчас, если появится, значит уже чит смог заинжектиться. Ждем буквально пару секунд. Если скрипт не появляется, значит нужно будет перезайти. Так, ладно, давайте перезайдем. Окей. Так, немножко подлагивает. Ну ладно. Вот. Вот сейчас появилось, как видите, отлично. Все. Сейчас, если я активирую скрипт, то он уже сможет появиться в игре. Ждем теперь, когда загрузится сам режим. Так, все, отлично, я зашел. Так, и давайте тестировать теперь сам скрипт. Для того, чтобы нам его запустить, нажимаем кнопочку run. И ждем, пока он появится в самой игре. Все, вот он появился. Отлично. Так, и давайте начнем, получается, с основных функций. Они, получается, нужны для автоматической рыбалки. Значит, подходим к воде поближе. Включаем auto-cast, потом auto-shake, auto-rail и freeze-character. Смотрите, первая функция, это получается, он закидывает удочку автоматически и ее потом убирает. Далее, auto-shake, не знаю, если честно, как это переводится. Скорее всего, это нажимает, а вот shake, кнопочка появляется, это получается, он нажимает автоматически на эту кнопку на экране, которая появляется. Auto-rail, это, короче, когда снизу появляется строка, строчка, и нужно, получается, быть посередине вот этой белой штуки. Назовем ее так. Так, вот, а последняя функция нужна для того, чтобы сам персонаж у вас стоял на месте, потому что если эту функцию выключить, то постепенно, понемножку у вас персонаж будет отдаляться, то есть уходить со своего места, и, возможно, что он упадет в воду. Так, в принципе, давайте сейчас последний раз рыбу поймаем, и покажу, как работает автопродажа. Так, все, я поймал, отлично. Дальше, смотрите, у меня, получается, сейчас есть 1770 монет. Нажимаем Auto-Sale, Confirm, все, как видите, автоматически продажа тоже работает. Идем дальше, телепорт. Здесь вы можете телепортироваться куда угодно, допустим, сюда. Не знаю, что это за локация. Как видите, работает. Дальше у нас, получается, идет фиш-зона. На нее тоже можно тп-хнуться. Допустим, на лаву. И, как видите, я тоже смог тп-хнуться. Интересно, сюда рыба ловиться будет или нет. Скорее всего, будет. Идем дальше. Насчет этих функций, если честно, я особо не знаю, как они работают. Ну, давайте попробуем разобраться. Смотрите, последняя функция – это загрузить другой скрипт. То есть, это, ну, типа как админ команды. Здесь вы можете написать fly, noclip, скорость, прыжок и так далее. Ну, короче, кому надо, используйте. А так это, в принципе, не особо важно. Идем дальше. Здесь связана первая функция с клиентом. Не знаю, зачем. Скорее всего, наверное, чтобы не кикало. Здесь что-то связано с предметами. Если честно, я просто плохо знаю английский, так что особо не разбираюсь. Но я нажал, но пока ничего особо не произошло. Ладно. Дальше собрать крабов. Но крабов, как я понимаю, на карте нет. Ладно. No doving – это получается для чего? Это, скорее всего, чтобы не утонуть в воде, как я понимаю. А также, кстати, в игре вроде как вышло недавно обновление, связанное с хэллоуином. И вы можете заработать хэллоуинские какие-то предметы. Как видите, я включил эту функцию. У меня персонаж автоматически тп хается на какие-то предметы. И, естественно, их собирает. Тоже достаточно прикольная функция. Только для чего эти сами предметы нужны, я пока не знаю. Но самое главное – то, что эта функция есть. И последняя функция – unhide inventory. Это получается, как я понимаю, либо скрыть, либо показать в инвентаре. Точно не знаю, как переводится. Скорее всего, показать, я думаю. И последнее у нас, все, что остается – это gifting, то есть подарки. К сожалению, я уже до записи видео проверял. Здесь я сам себя выбрать не могу. Но и работает данная функция или нет, я тоже не знаю. Допустим, вот выбираем игрока. Вот я его выбрал. Дальше нажимаем gift all fish. И получается, типа, мы ему дарим всех рыб. Скорее всего, мы ему дарим всех рыб, которые вы сами поймали. То есть, просто так из воздуха эти рыбы, как я понимаю, взяться не могут. Но, допустим, если вы фармите вместе с кем-то, вы можете, допустим, ему подарить, как я понял, все свои рыбы. А здесь refresh – это получается просто перезагрузить лист игроков. Допустим, если новый игрок какой-то зашел, то он появится в этом списке. После того, как кнопку нажмете. То есть, как-то так. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Вот такой прикольный скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok